Спортивное лето. На празднике ко Дню России стартовал первый городской молодежный мегапроект «Генератор ЗОЖ». Под эгидой марафона на протяжении трёх летних месяцев в Сарове будут проходить спортивные мероприятия. Марафон открывал актёр, телеведущий, кинопродюсер, режиссёр и общественный деятель Олег Токтаров. Всего лес полный лыжников. Летом каждое поле занято футболистами. Я сейчас только прибежал с футболом, мы начали играть почти с 8 утра. У меня очень форт, что я живу в таком городе, и что мне, наверное, честь открыть марафон «Генератор ЗОЖ». Открытие его открыто. На открытии выступили воспитанницы студии эстрадного и народного танца «Задоринки». Сразу после торжественной церемонии на стадионе ИКАР стартовали соревнования по мини-футболу, волейболу, баскетболу, гиревому спорту, шашкам и шахматам. Сам я в шахматы начал играть ещё со школы. У нас было в Дворце творчества школьников, в ДТШ, в Дворце пионеров, была секция по шахматам, куда я ходил, занимался. Вот с тех пор и на сегодняшний день я также играю в шахматы. Также на стадионе в рамках марафона прошёл фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди взрослого населения и семейных команд. Посвящён он знаковой юбилейной дате – 90-летию комплекса ГТО. На церемонии открытия также вручали золотые знаки ГТО. Коронавирусные ограничения есть. Это максимальное количество участников мероприятия до 300 человек. Плюс соревнования должны проходить на открытом воздухе. Ну и также термометрия, санитайзеры и все вот эти ограничения, которые есть. В другой части комплекса проходило соревнование «Многоборье. Начальная военная подготовка», в котором участвовали пять команд. В каждой команде было 5-7 человек. Для ребят приготовили 8 этапов – лазерный тир, сборка-разборка автомата, пожарная эстафета, которую помогали организовать сотрудники МЧС России. Кстати, насчёт ударе обезболивающей. Ты знаешь, на какие препараты у неё аллергия? А вдруг у неё аллергия? А вдруг она не знает? Поисково-спасательный отряд «Волонтёр» организовал сразу два этапа для участников «Многоборья». Это оказание первой медицинской помощи и топография. Разумеется, лазерный тир был очень интересным. Всё-таки пострелять удаётся не каждому, не всегда. С нетерпением жду пожарную эстафету. Всё-таки давно не пробовала, хочется. И химзащита тоже. У гостей праздника была возможность посидеть за рулём пожарной машины. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.